Привет любителям науки! Сегодня мы узнаем, какое постельное белье предпочитают клопы, почему жены алкоголиков притягивают несчастье и можем ли мы обойтись без воды. Обо всем далее в программе новости науки с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые из Ларитского университета попытались выяснить, есть ли у постельных клопов любимые цвета. Для этого исследователи запускали паразитов на территорию, где были расставлены специально изготовленные из цветной бумаги дома. Оказалось, что клопы предпочитают красный и черный цвета, а вот желтый и зеленый кровососущие насекомые наоборот пытаются избегать. Выбор красного цвета обоснован тем, что эти паразиты видят себя красными, поэтому они выбирают убежище соответствующего цвета, чтобы замаскироваться и найти сородичей. Конечно, смена постельного белья с красно-черного на желто-зеленый ни в коем случае не гарантирует защиту от клопов, но в сочетании с другими мерами борьбы вполне. Связав свою жизнь с алкоголиком, женщины не только терпят пьяные дебоши мужа, но и сами того не ведая начинают притягивать к себе различные беды. К такому выводу пришли ученые Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. В исследовании рязанских специалистов принимали участие более 120 представительниц прекрасного пола в возрасте до 39 лет, половина из которых живет с сильно пьющими мужчинами. Оказалось, что у жены-алкоголиков весьма незавидная доля. Они чаще попадают в аварии, серьезно болеют и дольше лечатся в больницах. Причиной этого, по мнению ученых, становится постоянное подавленное состояние, в котором пребывают женщины, переживающие очередной алкогольный срыв супруга. И напоследок в Татарстане. Аспирамент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Руслан Девятияров занимается расшифровкой молекулярных механизмов комара-звонца, позволяющих ему переходить в состояние ангидробиоза, то есть практически полного высушивания, когда теряется около 97% воды, и далее оживать при наличии воды. Данные, полученные ученым, в перспективе помогут научить клетки животных и человека обходиться без воды. Дело в том, что сейчас огромные значения приобретают биобанки для длительного хранения биоматериала, и на сегодня они очень зависимы от электроэнергии. В перспективе же должна открыться возможность сохранения в жизнеспособной состоянии клеток без воды, а значит и холодильники окажутся ненужными. А на этом все.